мы друзья вернулись в офис и вот о чем хотели поговорить дело в том что мы с ребятами сейчас беседуем на тему о том чтобы может быть начать подготовку вот этих самых девопсов я не знаю как их назвать каким-то с таким более удобопроизносимым словом девопсов из тех людей которые уже поработали это могут быть админы это могут быть тестеры и если они уперлись куда-то в карьере в своей это вот мы подумали надо им предложить такую возможность с одной стороны с другой стороны я подумал что если вы в такое место пришли то у нас очень много народа которые живут в россии украине и в польше тоже вот я знаю что есть отделение в кракове компании я думаю на нас и в кракове смотрит поэтому вы можете пару слов описи вот объяснить откуда берутся люди в саратове откуда они берутся в питере откуда они берутся в харькове чего от них хотите приглашаете вы народ не приглашаете народ вообще или может быть вы там с завалены предложениями и вот что происходит вот я знаю что что все говорят сейчас в украине очень бум все хотят войти там я не знаю по 20 резюме там по 200 резюме на одну позицию вот вот что скажите пару слов о найме о рынке труда и может быть конкретно вот вы вы хотите резюме чтобы послали вот вот куда слать и и и кто чтобы вот откликнулся многие с интересно смотрят думать про сейчас резюме пошлю я начну с такой интересной историей когда ко мне пришла коллега и сказала что у нее есть подруга и она работает и чаром на на заводе но почему-то она решила сменить образ деятельности и теперь научиться на тестировщика в то же время другой мой я сейчас говорю про петербург другой мой друг сообщил мне что его коллега слесарь по специальности вдруг тоже решил что надо заниматься программированием и начал учить java скрипт мне это говорю про то что по то что идти сейчас можно если раньше девушки охотились за бизнесменами то теперь основное основной такой фокус смещен уже на состоявшихся девелоперов архитекторов у девушек да и в общем в общем это модно найти это модно вот если говорить про рынок труда на самом деле это очень интересно многие хотят действительно многие вузы выпускают большое достаточно количество людей каждый год но вы понимаете да что когда приходит популярность какую-то индустрию точно также качество специалистов она обычно падает вот поэтому с одной стороны это прекрасно что все больше и больше молодежи вовлечено с другой стороны хороших специалистов они всегда есть на вес золота сейчас в особенности если посмотреть на нас как на компанию конечно же сегодня вот игр немножко рассказывал что у нас есть и клиенты как calls мы сейчас другие достаточно большие известные компании в долине есть финансовые направления есть банковская сфера и есть сейчас очень модно становится модным направлении бирдаты сожалению это уже заезженная с слоу и каждый когда ты понимает нечто свое я предпочитаю это называть все таки дейт инжиниринг кроме хадупа да к сожалению сейчас все что все что хадуп считается бирдатой а правда в том что даже хадуп часто используется вообще нет ребята но про джиру говорят бак трекинг дейты бэйс хорошее маркетинговое название мы как компания конечно же набираем и жаждем увидеть молодые таланты молодые то как вот 18 лет школу закончил до этого два года там что-то игры программировал и вы в бой рвется вы знаете это удивительно у меня одноклассник был и вот он еще в школе начал изучать программирование потом как следствие пошел в институт по программированию да и и стал если я не ошибаюсь весьма хорошим девелопером где-то и другой компанией к сожалению не в нашей вот это я к чему я потому что на самом деле люди часто изучают сейчас по программированию уже в школьном возрасте но все-таки готовы ли они к работе да я боюсь что наверное нет наверное что все-таки работа и хобби должны сойтись какой-то точке то есть молодых но как бы вот то что мы говорим матчур да взрослым сознанием да но это не будет проблемой если скажем парня 19 лет у него нет высшего образования или будет знаете мы можем вспомнить джокса не было уникальные люди уникальные не уникальные многие люди не получили образование или получили его сильно пользу чем планировали я думаю что это небольшая а вот такой вопрос найти правильного человека в питере саратов и харьков то же самое или есть какая-то принципиальная разница локации безусловно отличается между собой ментальностью не буду раскрывать всех секретов но да есть особенности у каждой локации и вы знаете самое главное что объединяет все эти места что там везде есть прекрасные инженеры там везде есть прекрасные институты и многие люди которые даже живут в других городах они тянутся выйти центры эти индустрии я помню у нас есть знакомый он может уже лет надо 78 назад приехал он у касперского работа в лаборатории там значит ким синер юник тивил а сам он откуда-то из то ли из львова то ли из окрестностей львова я не скажу точно и когда из не подкаривал вот нас там было и помню сколько там какую-то цифру назвал несколько сот человек он как практически никого из москвы не был то есть все были приезжие потому что москвичи там растопыленные денег много хотят значит очень как-то так пренебрежительно у вас питере тоже так вот все приезжие или все-таки место когда мы говорим выпускники университетов не ну что ближе много в основном конечно это место местные смотрят что называть местные понятно есть и в области и у нас же там есть и курс который мы проводим с университетом мы работаем в Петербурге безусловно вот курс который вы проводите вы просто пытаетесь людей довести до кондиции которая вам нужна или у вас как бы отдельная операция коммерческая где вы просто учите будет хороший возьмем не будет там и не надо или что-то что за курс у вас знаете курсы это совсем не наш бизнес поэтому курсы для нас это скорее способ получить доиспечь до нужного до нужной температуры инженера того или иного того чтобы он мог прийти к клиенту нашим клиентам я так понимаю для того чтобы начали они могли уже работать они изучать то есть когда мы говорим что вот там и в саратове и в питере и в Харькове и так далее есть достаточное количество в общем талантливого народа не имеете ввиду что они уже готовы прямо раз его и клиенту а все-таки надо как-то безусловно конечно то есть они способны но надо их полировать там на месте поэтому часто для наших школ или для нашей интернадуры проводим некое собеседование как первый шаг и человек может что-то не знать это нормально главное чтобы у него было была мотивация было желание и была живость ума но вот смотрите значит вы все-таки в питере в саратове там Харькове кракове вы наверное хотите выпускника компьютер сайенс или чего-нибудь там я не знаю здесь бы еще взяли бы электрико инженеринг считали бы за человеком значит может быть я не знаю но вот вы бы тогда вот игоря бы не взяли с международными отношениями я фактически начал с этого что теперь это модно и на самом деле никогда не знаешь из какой индустрии человек то есть вы открыты к тому что люди могут быть из самых разных областей вы знаете если есть какой-то базовый уровень есть какое-то изначальное стремление изучать компьютер не только как пользователь как нечто большее часто есть люди которые не только из индустрии эти такой вопрос значит прекрасный пример коллега можете по себя рассказать как так получилось что я оказался здесь но я уже немножко рассказал об общих чертах до общих чертах что школа одного дает возможность тебе вшагнуть войти а дальше как человек уже сам решает куда у нас слушать но вот я возвращаюсь к вам вот вы учились там пять лет назад ведь не все люди там в итоге оказались тестерами или там айтишник вот они учились учились на практику ходят все до доброта на практику не не хочет идти и потом раз куда-то и исчезли почему так происходит вот почему люди вроде пошли и не дошли это как порядок до чего не дошли даже не стали работать по профессию получали профессию до и пошли работать но сама работа кей она специфическая работа в плане того что тебе нужно детально детально изучать определенные вещи тебе нужно и она монотонная многих вещах и многих людей это не устраивает и может быть по натуре своего характера своего они решают панюка говорится я лучше пойду чего-нибудь другое поделаю там быть допустим интересен в ресторане или пойти там взорваться может быть не такие большие деньги войти индустрии но дело то что мне нравится хорошо такой вопрос вот как-то связывая успех не успех того кто учился в школе с успехом не успехом того кто хочет работать войти например вот к вам пришел тогда вы вы как как у человека выбираете вот допустим есть там три позиции пришло 10 человек допустим из 10 человек ну там двое вы поняли что они технически просто не готовы нельзя быстро научить ничего от ушли осталось 8 позиции 3 вот как вы будете выбирать вы знаете какой данный момент из того что у нас все таки очень большое количество клиентов на которых те люди которые мы скорее всего работать поэтому у нас есть несколько критериев которого технически это само собой это необходимо следующий критерий это коммуникация то есть как человек может общаться с во первых между собой мы смотрим как он общается на собеседовании как он себя ведет и в зависимости от этого можно тоже определяет уже куда какому клиенту больше подойдет к тому или иному опять же знание английского языка если мы говорим про людей которые будут присылать мы надеемся свои резюме и в саратове и петербурге других локациях знание английского языка оно необходимо вот это один из таких критериев что приходится у меня вот работа с клиентом очень часто людям быть на звонках когда происходят какие-то проблемы именно уже разговорные не письменные желательно иметь если есть письменные и довольно таки сильные письменные это тоже большой плюс мы не рассчитываем что человек будет там разговаривать на все сто процентов как американец знание английского языка сто процентов слушать а вот этот образ айтишника такого интровертированного такого нелюбимого угрюмого сидит там что-то там по клавишам значит там это звучит вот он уже не такой он все-таки должен общаться как-то он должен подготовить как коммуникаций акцент безусловно смещается важная деталь наверное то что многие после института приходят с минимальным английским которого слава богу хватает на чтение и минимальное написание вот так следующий шаг часто ходят на курсы у нас компания тоже есть курсы английского языка и через какое-то время начинают говорить тогда уже начинают привлекаться звонки непосредственное общение с клиентом начинается такая плотная коммуникация хорошо если кто-то например хотел бы но в саратове допустим у вас поработать так где идет там тоже по волге тоже в сторону каспия противоположно и как он узнает что у вас есть позиции то есть просто на сайте или скажем так насколько то что есть или может быть на сайте соответствует тому что реально вот прям сегодня там нужно вы узнаете во первых у нас достаточно много позиция прямо сейчас их можно найти на нашем сайте также есть известный в россии хардхантер в смысле сайт да там тоже есть вот но хру что важно да и что важно есть такая формочка что можно отправить просто свое резюме дело в том что так как мы развиваемся растем достаточно большими темпами какие-то люди которые вчера были не нужны теперь они весьма почете вот я слышу иногда такие рекомендации вот говорят ребята не тратьте время не посылайте ваши резюме microsoft ворокол там в google facebook они каждый день получают по 2000 резюме от таких вот как вы никто их не в состоянии там не прочесть ничего там они идут в электронную помойку сразу и в общем там находятся вот у вас конкретно вот допустим форм заполняется приходит какое-то резюме там или что-то это внимательно прочитывается какой процесс вообще есть процесс ну это достаточно просто резюме попадают в HR в первую очередь они делают некий сприннинг по ключу руслова? фактически да и часть из наших рекрутеров они весьма хорошо разбираются в технологиях понимают что сейчас актуально для нас что мы ищем даже если допустим нет у нас подходящей позиции в данный момент а человек сам по себе интересный он передается все равно в некую инженерную организацию и дальше через какое-то время мы можем связаться с вами у нас еще такая уникальная немножко вещь есть потому что у нас HR находится он не глобальный не в одном месте из-за того что он с разных стран у нас HR находится в разных странах разные HR? разные HR, да и глобальный, насколько я понимаю есть в Харькове, есть в Санкт-Петербурге, есть в Саратове и соответственно у тебя уже не сотни тысяч или там тысячи резюме приходят а меньшее количество потому что они все-таки локально приходят поэтому у нас и возможность делать скрининг гораздо возможность что тебя заметят гораздо выше чем если бы это было глобально локальное да, вы говорите по-моему, куда это приходит Microsoft Jobs это Microsoft.com с точки зрения людей которые меняют профессию или они переходят в IT из не-IT или они в IT но хотят нишу поменять какой-то есть проблемы первой работы всегда вот как бы первая дальше проще мы хорошо по школе наши знаем, да? первая потом уже другое дело так вот у вас есть opportunities какие-то вот для людей которые на этом процессе вот они хотели бы что-то поменять и вот то есть не матерые а такие которые ну вот в такой движущей во-первых я знаю и по своему опыту я тут немножко скажу Grid Dynamics довольно-таки компания лояльна к своим работникам которые готовы работать то есть если компания понимает в связи там с каким-то изменениями наших клиентов понимая что есть какой-то работник либо ему уже надоело ему скучно становится он может открыто прийти к менеджменту и сказать что вы знаете как бы я устал у этого клиента работать хочу чего-нибудь интересного чего-нибудь нового его никто увольнять не будет и сколько здесь уже двадцать с половиной года здесь работают в общем ни одного не было рецедента где уволили просто человека переводят более подходящему клиенту на проекты которые ему интересны естественно на все сто процентов не это не всегда возможно но стараются то есть Grid Dynamics я могу сказать что они стараются это сделать вот то есть если захочешь что-то поменять в своей карьере и ты допустим сидишь вначале сидел писал скрипты и потом ты хочешь перейти в менеджмент я как один из примеров то так получилось а если со стороны человек вот у вас есть оппортюнити для людей со стороны? со стороны я знаю что и в Саратове и Путербурге есть программа интерншипа а есть интерншип прямо? да, есть интерншип куда-то с университетов вначале люди которые еще там учатся в университете они могут прийти и вживую потрогать как оно и что но это большое дело, это прям деньги платить или как-то нет? на интерншип я не знаю на какой основе это игорь да, есть разные варианты есть даже с минимальной оплатой труда обычно это от 3 до 6 месяцев после этого проходит некое внутреннее интервью смотрится, что человек узнал нового но смысл интерншипа в том, чтобы все-таки оставить человека в этом конечно конечная цель нам не интересно дать человеку что-то и отпустить его конечно мы стараемся сохранить его ребят, вот такой вопрос те кто нас смотрит, они не в курсе но вот мы тут в более широком кругу беседовали поначалу и это был ваш совсем большой начальник да, самый большой да, самый большой с которым мы находились, это наш CEO CEO в ответ на мой вопрос такой а вот H1B, L1 он сказал, знаете что, ребята мы сейчас H1B больше не хотим делать потому что получается, что это ну как бы в одни ворота вот, но L1 там пожалуйста, но L1 получается, что человек должен проработать, скажем, в Саратове или в Питере, или в Харькове тогда можно его сюда привезти да когда человек едет по L1 вот у вас их много сейчас, да, в Америке там H1B, или у вас приличное количество приличное количество ему я боюсь, что это может быть индивидуально но может быть есть политика компании я не знаю ему говорят при нами значит, ты у нас вот отработаешь там, скажем, два года и мы начнем делать твою green card или мы ее с первого дня начнем делать или посмотрим, как пойдет или вот какой-то есть разговор вот на эту тему ну давайте, да я начну с того, что L1 каждый раз это разная история да что я имею в виду, что люди, некоторые приходят в компанию и хотят просто работать в Петербурге да есть люди, которые приходят в компанию и говорят не хочу работать в Петербурге я хочу пожить в Кракове это интересно, Польша, почему нет в принципе, есть программа перевоза людей в другие локации внутри офшора вот и есть последняя, да, категория людей про которых мы сейчас в основном говорим и которые хотят переехать да, в основной своей массе это люди, которые уже поработали в офшоре которые показали, что они могут что у них есть, как минимум, да навыки, ну технические, само собой зарекомендовали себя да, коммуникацией они зарекомендовали себя и тогда они хотят, мы хотим все в согласии они переезжают, да они получают L1 переезжают дальше есть некая полисер компании что через год после успешной работы на онсайте компания начинает делать грин карту а вот из практики, как бы получив грин карту люди, как бы, продолжают как бы, они тяготеют уже вроде уже какое-то время проработал или наоборот, они это воспринимают как крылья расправил как раз полетел куда-то там как у меня двоякое ощущение здесь они могут честно сказать своего опыта я вижу, что очень много ребят которые получают грин карту до сих пор остаются не знаю я думаю, что из-за того, что им просто нравится условия потому что люди динамикс по американским стандартам если посмотреть на рынке они выше среднего уровня по оплате труда труда да есть люди, которые отработали здесь и пять-шесть лет и потом я знаю несколько людей которые решили, что пять-шесть лет уже отработали то есть именно отработали здесь мы сталкиваемся уже с другим это немножко другое уже явление когда люди захотят что-то поменять опять же, да есть вариант сменить проект сменить то, над чем человек работает попробовать найти для него какое-то новое потените бывают ситуации когда увы ну конечно слушайте зато пять лет перед этим это было прекрасно слушайте, давайте я вам задам вопрос который мне часто задают и студенты и там на канале тоже говорят вот я пошел работать на контракт мне платят там 30 долларов в час могу я там через месяц прийти и сказать что дайте мне больше если не через месяц то когда и сколько можно ожидать потому что мой ответ в этом смысле такой что если ты действительно хочешь больше денег иди на маркет найди работу другую не морочь никому голову потому что столько сколько ты думаешь тебе дадут тебе не дадут и ты все равно и людям настроение испортишь и себе настроение испортишь и в общем ну это начинающее я понимаю что как правила игры другие но вот когда прилично попросить вот сказать ребят не пора ли поднять вот так или это заранее оговаривается тут у нас такая ситуация у нас здесь проходит реформанс ревью как часто они проходят раз в полгода в начале соответственно если человек только пришел ему ставятся определенные цели которые он должен достичь за ближайшие полгода то есть в момент нами фактически можно да его менеджер с ним проводит беседу и говорит что в ближайшие через полгода мы хотим чтобы у тебя был такой результат вот тебе задача хорошо после полгода мы встречаемся опять же с тобой менеджер нас пытаются как бы говорят что нам уже пора с этой комнаты сваливать у нас осталось 5 минут после этого встречаются через полгода я встречаюсь со своим менеджером ну то что я там полгода не видел вот мы работали и я пишу со своей стороны performance review evaluation form где я говорю что вот такие полегалы вот это я сделал это я сделал это я не доделал это не успел доделать а менеджер со своей стороны пишет что он со стороны видел как ты работал если все вещи о которых были говорили с самого начала они либо mid-expectation либо buff у тебя соответственно и повышение зарплаты у тебя будет соответствии с этим то есть грубо говоря раз в полгода могут поднять зарплату если ты у тебя все вам expectation то есть здесь менеджмент понимает что можно есть возможность что тебя повысится но это могут существенно повысить или скажем с 30 долларов 32 50 или там если вам будут допустим по 10 процентов каждые полгода поднимать то это не 10 процентов в год уже процентов в год получается основная задача в том что человек не должен быть брошен и оставаться и просто сидеть где-то в углу за столом и писать код с людьми надо работать людей надо любить вот если они чувствуют внимание и это не просто голословное внимание действительно это есть общение с менеджером это какие-то планы на развитие на на повышение технических знаний на движение какое-нибудь пускай менеджерское русло кто-то не хочет идти в менеджеры кто-то хочет технологически развиваться да если с людьми общаешься то мы стараемся избежать вот этого вот поинта когда человек говорит мне проще пойти на рынок сначала человек должен понимать что здесь ему хорошо ладно ребята поскольку нас уже как бы просят и время подходит давайте я вам под конец сакраментальный вопрос всех времен и народов задам это у нас взять это такая мулька нашего канала это спрашивают каждый день по многу раз разные люди есть такой анекдот как мужик заглядывает в троллейбусы вот это вот такой вопрос значит звучит он сакраментально python или java это спрашивают люди которые думают что бы такое выучить что бы пригодиться что бы востребованным быть вот две разные может быть еще что один язык я согласен но тем не менее спрос смотря чем интересно заниматься я отвечу так так если ты хочешь заниматься программированием то конечно java если ты хочешь заниматься в том числе и qa и более быть более широк в своем своем выборе мне кажется что python будет немножко шире потому что python используется и как для девопсов как скрипт и для того чтобы для деплоймента и всего остального и в qa используется для автоматизации то он немножко шире тем больше не только до направления девелопера а чуть-чуть чуть больше не намного хорошо но если мы вот уйдем от такой примитивной постановки вот обращаясь к молодым ребятам которым сегодня 16-17 может быть 18 и они стоят перед выбором такого пути большого и вот ну не на уровне Java а все-таки вот куда куда силы бросить на что чтобы допустим через несколько лет быть на распад я считаю что нужно выбрать одно какое-либо направление одно или другое но не из он и стать профессионалом и стать профессионалом своего дела это самое главное вот так это не сводится к языку отец как всегда выстреблено так что это самое главное То есть можно быть профессионалом, даже просто закончив университет, уже быть профессионалом? Если это хорошее. В смысле отношения, понимания, фокусы? Да. Но ответа конкретного нет. Вот что там, как профессионал? Это очень индивидуально каждый раз. Я считаю, что ответа на это нет. Потому что можно выбрать третий, это Руби. У меня есть очень хорошая коллега, которая пишет всё на Шелле. Очень замечательно. Ну что же, друзья, нам уже совсем самый большой начальник так отмашку дал. Мы прощаемся, давайте вот до чего договоримся. Я тоже в кадр сейчас войду, а то у меня такая рубашка красивая. Давайте вот до чего договоримся. Мы в комментариях под этим видео пишем вопросы к ребятам. И у нас тогда будет о чём поговорить на следующий раз. И помимо вопросов, я очень надеюсь, что у вас будут какие-то предложения о чём поговорить в следующий раз. Потому что мы, в принципе, для вас это делаем, чтобы вам было интересно, чтобы вам было полезно. Ну, вопросы на интервью не спрашивайте, какие задания. Ну, а так всё остальное. В общем, пишем комментарии и до скорых встреч. Давай так помашемся. Счастливо. Спасибо. 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 Tabii-clock. Субтитры создавал DimaTorzok